Итак, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители, покушайте, мы продолжаем играть в такой увлекательный круг Майнкрафт. Ну и за кадром произошли кое-какие изменения снова. Для начала у нас появился вот такой вот домик. Примерно он выглядит как-то вот так. Не сказать, что это очень презентабельный домик, но я надеюсь, что его функционал всё оправдывает. Так, а теперь давайте попробуем войти в него, и вот на входе стоя, у меня складывается такое ощущение, что я вхожу в какой-то амбар, где обитают лошади. Наверное, по факту так и есть, потому что здесь у меня спят и обитают жители. Здесь пока что у меня обитают всего три жителя, и есть хорошие новости, у одного из этих жителей у меня получилось поймать книгу на мейдинг. Также с ними я торгуюсь с помощью тростника, и пока тут три библиотеки, это очень происходит у меня успешно. Ну а весь тростник я получаю именно с этой фермы, в промышленных масштабах. Как минимум, я могу прийти и посмотреть вот тут, и тут уже полосочка практически заполнена тростника. А большее количество тростника мне не нужно. В принципе, из глобальных изменений я думаю, что всё. Из неглобальных это перейдём к нашим механизмам. Я, в принципе, немножечко модернизировал тут всё, и немножко по-другому их поставил. Также я завёл ещё один себе Алоис Милтер. Он не нужен был мне для подготовки к этому видеоролику, чтобы вам и мне не приходилось очень по-многому ждать. Так, ну а теперь я хотел бы заняться крафтами, которые у нас есть для этой серии. И хотел бы я начать с такого блока, как переработчик всяких нефтепродуктов. Крафт у него, в принципе, простой, и, пожалуй, у меня уже даже всё готово для того, чтобы его скрафтить. Та-дам! И этот блок у нас скрафчен. Замечательно он запитан, и непосредственно этот блок нужен мне был для того, чтобы начать уже производить пластик. Но этот блок нам понадобится чуть попозже, на самом деле, и глубоко попозже, но он нам понадобится в безвестном порядке. Также нам понадобится для производства пластика непосредственно сам миксер. В его крафте тоже нет ничего сверхъестественного, за исключением, наверное, браса, но этот цинк всего лишь и копер, что, в принципе, тоже является очень простым, а в остальном у нас уже всё есть. Замечательно! И теперь у нас точно всё готово для того, чтобы скрафтить наш миксер. Я так подозреваю, что миксер нам потребуется для того, чтобы впоследствии перерабатывать дальше нашу нефть в более продуктивные для нас ресурсы. А сейчас я подозреваю, что у нас всё готово, в принципе, для того, чтобы приступить к крафту нашего пластика. Для него нам как раз-таки и понадобится тот блок, который скрафтили мы до этого. В него нужно будет залить полиэтилен, а для получения полиэтилена мы должны будем соединить этанол и воду. А этанол я получаю непосредственно перерабатывая нефть вместе с дителем в этом блоке. Теперь мне осталось только, по идее, набрать немножечко нефти наши контейнеры. А для упрощения всего этого процесса, я имею в виду набор нефти, я предлагаю скрафтить нашу помпу. Крафт у него, в принципе, непростой, и мои ресурсы это позволяют. И именно вот таким образом я крафчу себе нашу помпу. Замечательно! Для работы помпы нам потребуется всего лишь энергии, я так подозреваю, и какой-нибудь контейнер, куда я могу складывать эти жидкости. А контейнер я могу взять из мода механизм, благо крафт у него до ужаса простой. И второго уровня, это по 3-2 мне хватит, но я могу себе скрафтить и третий. А контейнер я улучшил. Как можно помнить в прошлой серии или позапрошлой, я крафтил себе изначальный, но до второго уровня не составит его вообще никакого труда улучшить. Нужны таблицы, осми, инфьюзи, талой. До третьего уровня тоже не составит большого труда улучшить, все это мы уже крафтили. Ну и до последнего уровня его сделать тоже не составит никакого труда. Тем более, что все это у меня уже есть, и все это я объяснил как крафт. И именно вот такой вот у нас здесь стоит сейчас куб. И я уже здесь достаточно долго афокашил, но все равно он до сих пор не заполнился до конца. Видимо это из-за того, что я постоянно пользуюсь электричеством, и этого ветерка нам полностью не хватает. Но сейчас, когда у меня уже полностью все есть, я могу отправляться смело набирать эту нефть. А вот это самое озеро нефти, где я уже периодически что-то добывал. Так, предлагаю где-то на середине это попробовать, потому что никогда я эту помпу до этого не использовал. Предлагаю попробовать вот так вот поставить помпу. Может быть что-то будет сюда заполняться. И вот здесь вот я ставлю блок для того, чтобы наблюдать. И вот здесь вот я ставлю ему на отдачу. В идее энергия сюда пошла замечательно. Ты будешь добывать. И опа, она пошла замечательно добывать нашу нефть. И не может меня не радовать, но пока что она не отдает его в наш контейнер. Ага, так это плохо. Но я надеюсь, что ты не будешь высасывать больше, чем сможешь себя вместить. Теперь мне нужно, я подразумеваю, сделать какие-нибудь трубы, для того, чтобы вмещать в этот контейнер. Ну или скрафтить себе непосредственно ключик, для того, чтобы перевести режим нашего сборщика. Ну а с трубами я думаю, что никаких проблем не будет, если они не изменились. Да, замечательно. И базик машин пайп, который может перерабатывать трубы. Это мы скрафтили. Ну а теперь нам нужен непосредственно сам ключик. По-моему, вот он, называется конфигуратор. Ну, в принципе, у меня есть еще крафт. Давайте его и скрафтим. Так, а теперь я подразумеваю, что его нужно будет зарядить. Все, замечательно, у нас полностью теперь зарядился. И теперь я непосредственно бегу к нашему месту, где мы добываем нефть. Для того, чтобы иметь возможность все это снова переделывать. Что-то я пока не разобрался с этим конфигуратором. Что-то тыкал, тыкал, разные режимы пробовал. Но в итоге у меня как-то не получается изменить режим этой трубы. И я решил проблему гиня. Я просто засуну сюда полностью пустые канистры. И он мне сразу их сюда высовывает. Я думаю, это самый простой вариант, который здесь можно вообще придумать. Но пока я попробую посмотреть гайды, все равно у меня тут ждется наш процесс. С добычей непосредственно этого всего нашего ресурса. Ура, ребята! Я разобрался, как с этим делать и как с этим бороться. Так, для начала нам нужно было всего лишь изменить конфигурацию этого ключа. И тыкать не по одному блоку этой трубы, а по двум. Как бы это странно не звучало. С самим режимом этого танка у меня не получалось пока бороться. Но тем не менее, нефть сюда закачивается. И пока что нефть у нас вырабатывает здесь. Замечательно, это мы пока здесь именно оставим. Я надеюсь, что непосредственно этого энергии у нас хватит за глаза. На самом деле, у нас ее вообще нет нифига использования, что не может меня не радовать. И теперь мы бежим обратно. Я надеюсь, что 62 йодер нефти мне хватит для демонстрации всех возможностей ее. И пока в тестовом варианте я непосредственно скрафтил здесь два наших флюид танка. Но пока это мне кажется не особо корректной работой, потому что почему-то он отсюда их не вытаскивает. Ни пул, ни пуш, ни норму. А, во, все, начал вытаскивать, замечательно. Только опять криво. Почему ты так криво это все делаешь? Долбанный блок. И, к сожалению, я не могу никак вообще тебя настроить. Какой ты ненормальный. Все, замечательно. Я нашел положение, в котором это все грамотно работает. То есть буквально у нас есть одна труба. Расположена она где-то в любой части этого блока. Именно эта труба, вот эта, именно вот эта вот часть этого блока, расположенная, которая ближе к непосредственному своему блоку, настраивана на высасывание. И непосредственно, без разницы, что она высадивает, либо наш эталон, либо наш биодизель, она помещает в зависимости от резюара в один из них. Так, замечательно. С этим мы разобрались. Теперь нужно непосредственно настроить наш сам миксер. Я надеюсь, что на этот раз точно все. Я настроил все грамотно. Потому что до этого все это работать отказывалось адекватно. Тут у нас производится и тилен, и дизель. Все это разводится по своим канистрам. Я пока вынул отсюда все канистры, для того, чтобы не перерабатывались излишки, которые они здесь очень любят перерабатывать. И непосредственно этот эталон сразу поступает наш миксер. В миксере мы должны будем смешивать его с водой. Воду, я не знаю, ставить ли здесь помпу, но мне кажется, что хватит здесь. И обычный водяного резервуара. Но на всякий случай, давайте я здесь делаю пока что временный вариант. Замечательно. И как временный вариант, я тут разместил резервуар с водой. И сейчас заполняю его непосредственно водичкой нашей. Все, я думаю, 4 ведра воды пока что мне хватит. Если этого не будет количества хватать, то я проведу без проблем сюда энергию. И поставлю здесь помпу из механизма. Потому что в любом случае, вода мне понадобится для реактивного ранца, как минимум. Но это последствия. И замечательно, я получаю здесь полиэтилен. И думаю, что без лишних заморочек, я буду сразу же его сюда пихать. Замечательно. Солидайзер я его пихаю. И он мне, по идее, производит наш пластик. Все! Замечательно. Автоматом у нас полиэтилен, который здесь вырабатывается, заполняется сюда. И у нас автоматом появляется пластик. Я так подозреваю то, что все равно в любом случае мне придется здесь ставить помпу. Хорошо, давайте помпу тогда из механизма скрафтим. Так, помпу я разместил. Замечательно. Я надеюсь, что правильно разместил. По идее, и электричество я к нашей помпе подвел. Миксер начал перерабатывать полностью на автомате. Замечательно. Замечательно, потому что у него есть постоянный поставщик воды. И по идее, теперь мы крафтим нашу пластиковое дерьмо. И все! У нас получается пластиковая эра. Мы можем полностью на автомате крафтить наш пластик. И теперь в качестве теста я просто сюда закинул кучу наших ханистр. И будем пытаться добывать наше пластиковое дерьмо полностью на автомате. Я надеюсь, со временем у нас это как-нибудь получится. И на самом деле, вот этот пластик понадобится нам в больших количествах. Как минимум для того, чтобы производить эти процессоры самые. А процессоры это наше будущее, им есть система. Вообще не мешало бы полностью автоматом переводить это пластиковое дерьмо в пластиковую пластину. Но пока я этого делать не могу. И максимум, что я придумал, просто эксплодировать только в сундук. Но думаю, почему бы и нет. И насколько нам хватит этой нефти, настолько мы сможем провести этого пластика. Надо будет провести какие-нибудь замеры и узнать об этом чуть поподробнее. Но еще я хотел бы в этой серии успеть скрафтить нашу Digital Miner. Это охренеть какая полезная вещь из мода механизмов. На самом деле, вот эта вот вещь, это буквально, не знаю, must have любого копальщика и выживальщика. С помощью этой вещи мы можем выкапывать просто все ресурсы, которые у нас есть. Но поподробнее я расскажу непосредственно, когда мы ее получим. Для ее крафта изначально нам понадобится скрафтить энергетический орб и энергетические роды. Крафт, я так понимаю, у них достаточно простой. Все то, что необходимо здесь в крафте, мы уже когда-то где-то использовали. По факту мне сейчас немножечко понадобится биофуила, который у меня, к сожалению, куда-то делось. Но остальное уже у меня все есть. Так, биофуил я взял, биофуил и наши силиконовые провода я скрафчу здесь. Теперь, по идее, у меня ничего не остается, и мы можем скрафтить энергетический орб, потому что в прошлой серии мы уже скрафтили непосредственно для него заготовку. И, по идее, наш энергетический род я краффил. Попробуем ее разместить как-то вот так вот, и, по идее, они как-то должны были законнепиться. Теперь у нас, по идее, все готово для того, чтобы мы могли скрафтить наш непосредственно диджитал мейнер. Вообще, вот эта система нам нужна для того, чтобы сделать эндеркор. Система достаточно навороченная, но на самом деле все у нас есть, только я не знаю, как именно ее нужно будет скрафтить. Мы можем видеть то, что непосредственно нужно сделать на вот этом столе. По идее, нужна ячейка, вот этот вот базовый капиллятор и эндер-ай. Эндер-ай у меня главное есть. И давайте сейчас попробуем прямо вот на глазах у вас делать и провести вот такой вот эксперимент, и попробовать, как именно будет это выглядеть. Хорошо, что я за кадром успел убить парочку эфиритов и парочку эндерменов. Правда, жалко тратить парочку наших глаз для всего этого, но думаю, что этот крафт очень сильно окупится. Так, и теперь я крафчу непосредственно сам механизм. Так, это и это. Я надеюсь, это как-то коннект. Посмотрите, да, какой-то лучший пошел, и все это начало заполняться энергией. Жаль, что это очень долго происходит, но я только подозреваю, что есть более улучшенные энергетические роды. А сейчас я, пожалуй, пока у меня все крафтится, я схожу за обсидианом, потому что он понадобится нам в крафте. Ну и пока я жду непосредственно тех ресурсов, которые у меня там где-то перерабатываются, я решил начинать крафт. По факту мне осталось крафтить только робита, и для крафта этого самого робита мне осталось крафтить только наш персональный сундук. Для него нужны непосредственно сами сундуки, которые я здесь в данный момент и крафтю. Так, замечательно, персональный сундук у нас крафтен. И для робита остались только рефьюзит аллой, и все, и сам атомик аллой. Так, атомный сплав я уже забрал. И теперь осталось в основном компрессоре дождаться, когда у нас будут готовы эти непосредственно ресурсы. Та-дам! Так, и теперь я забираю отсюда нашего робита. Робит на самом деле очень прикольный, но по факту он бесполезен. Так, и ура! Неужели мы дождались, когда у нас будет доступен наш энерджикорп? И теперь я скрафчу непосредственно наш второй тоже глазик. Теперь у нас, по идее, все готово для того, чтобы скрафтить наш Digital Miner. И хоп! Все замечательно. Digital Miner готов. Автоматическая добыча у нас есть ачивка. Ура! Так, поставлю ее где-то здесь. Ну и думаю, что рассказом, что это за чудо-машина, я буду заниматься уже в следующей серии. И поведаю, насколько она все-таки мощна. Ну а на этом, пожалуй, будем заканчивать. Ну и как я уже говорил, я буду выбирать случайного комментатора, который был предыдущим роликом. И предыдущим лучшим комментатором был Владислав Пивоваров. Ну и Владислав Пивоваров, я поздравляю тебя, ты попал в историю. И теперь ты будешь везеть рядом с всеми теми людьми, кто оставляют комментарии под моими роликами. Как в знак того, что я сделаю все это не напрасно. Ну а на этом замечательном моменте я буду с вами прощаться. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. И еще увидимся.